Последующая история. Будущее общества, говорит учитель, это полный изм. Как выяснить расстановку сил в обществе по отношению к полному изму? Очень просто. Надо взять такие возможные признаки индивидов. Первое. Верить, что полный изм построить можно, причем не только в отдельной изолированной стране при наличии враждебного окружения. Это довольно легкая проблема. Но даже в условиях отсутствия такого окружения, что неизмеримо труднее. Второе. Верить, что это невозможно. Третье. Не верить, что это возможно. Четвертое. Не верить, что это невозможно. Пятое. Кричить, что это возможно. Шестое. Кричить, что это невозможно. Седьмое. Кричить, что верит в то, что это будет. Восьмое. Кричить, что не верит в то, что… И так перечисляются все возможные отношения индивидов к идее полного изма. Затем рассматриваются все возможные их комбинации. Логически противоречивые исключаются, непротиворечивые рассматриваются с точки зрения таких социальных параметров, как степень безопасности, прибыльности, карьеристичности и т.д. И высчитываются степени вероятности. Я проделал это чисто теоретически и получил следующий результат. Наивысшую степень вероятности для дружественных полному эбонизму сил имеет такая комбинация. 1. Искренне не верят в то, что полный изм можно построить и рады этому. 2. Кричат о том, что искренне верят в то, что полный изм обязательно будет построен. 3. В глубине души побаиваются, что вдруг, чем черт не шутит, он построится сам собой. Наивысшую степень вероятности для враждебных сил иметь такая комбинация. 1. Искренне верят в то, что полный изм можно построить и панически бояться этого. 2. Кричат о том, что они искренне не верят в то, что полный изм будет построен. 3. В глубине души надеются, что авось сорвется и человечество обойдется без полного изма. «Если полный изм и будет построен, сказал Крикун, то только благодаря тому, что он имел противников, но твои расчеты не имеют никакой ценности по той простой причине, что полный изм будет не построен, а объявлен». 2. Для этого варианта, сказал учитель, теорию построить нельзя, ибо он субъективен. Продолжение следует... 3. Продолжение следует... Продолжение следует...